Здравствуйте, с вами Координационный Центр, меня зовут Георгий Георгиевский и у нас очередная встреча, приуроченная к 20-летию Координационного Центра. Сегодня у нас в гостях Марина Никирова, руководитель компании УРУРУС, умные цифровые сервисы, я правильно запомнил это название, ну а не так уж далеком прошлом, да сейчас коммерческий директор, а в прошлом не таком уж далеком руководитель бессменный практически много лет технического центра интернет и фактически основатель технического центра интернет. Ну нет, ну это ты хватил, конечно, на счет основателя, но не без своего участия, да, принимая деятельное и непосредственное участие. Марина, мы с тобой, в принципе, знакомы давно, но аудитория на самом деле об этом не знает. Иногда даже страшно говорить, сколько лет, да? Да, а вот смотри, когда ты впервые узнала про Координационный Центр? Слушай, ну я тебе точно не скажу, когда именно впервые, но очень давно, это, наверное, когда я еще, собственно, в Голоснете работала, потому что небезызвестный тебе Александр Зайцев входил в небезызвестную у тебя же Координационную группу Даньяна Ру. Вот поэтому я тогда не думала вообще ни одной мыслью, что мне когда-то придется иметь с этим дело, но знала как минимум про существование, про то, чем занимается и так далее. Я помню, как он приходил заседание Координационной группы злой, как собака. Ну, да, иногда он сердился. Товарищ принципиальный у нас. Да, да, да. Ну, я тоже прекрасно помню те времена, да, я тоже был в те времена в Координационной группе, да, и помню, как приходил к вам обратно. Так Александр Зайцев приходил. Уходил сердитым, чтобы прийти к вам сердитым. Вот. Нет, ну, у нас он быстро оставил его. Конечно, у вас было вообще хорошо, потому что, я же помню тоже, я приходил, как-то заключал договор, подключался, одно из моих подключений к интернету было в Голоснете. Я прекрасно помню, как ты меня тогда встретила, как клиента, да, это еще были те времена, когда ты меня, когда ты встречала клиентов. Я не помню. Я помню. Вот так вот, это было давно. Это было очень давно. Хорошо, а вот какое для тебя в то время было представление о Координационной группе, чем она занимается и почему это вдруг потом стало Координационным центром? Вот как раз мнение человека в отрасли, но снаружи. Ну, слушай, это, в принципе, абсолютно естественный процесс, потому что, ну, как у нас весь интернет, да, он из такого полностью такого между собойчика и абсолютно неформального общения, какое там было в начале 90-х, да, он постепенно-постепенно превратился в бизнес. Соответственно, любой бизнес, он требует формализации. То, что раньше там держалось на неформальных отношениях и договоренностях, оно требует некой там юридической основы и конвы. Таким образом, группа переросла именно в юридическую организацию. Это нормально. Так, ну, хорошо. Тоже интересная точка зрения. Вот. Ладненько. Значит, тогда немножечко передвинемся по шкале времени. Я надеюсь, вперед? Вперед, конечно. Году к 2005. О. А я тогда работала. Где я тогда работала? Ты тогда работала в группе компании Мастер Хост. А, я как раз переходила из РБК в Мастер Хост. В РБК в Мастер Хост. Да, точно. И стала история, связанная с аккредитацией регистратора. Мастер Хост. Мастер Нейм. Да, одна из компаний. Да, группа компании Мастер Хост. Там была кучка бумаги. Соответственно, ты принимала участие в процессе, в процедуре аккредитации одного из первых регистраторов после того, как была завершена опытная зона. То есть, фактически Мастер Хост и Караван были первые два регистратора, которые были из тех компаний, которые уже пришли на свободную открытую аккредитацию. Да. Помнишь ли ты что-нибудь, какие-то впечатления с тех времен? Я помню, опять-таки, понимаешь. Но поскольку я непосредственно именно там не занималась, там же, как и сейчас, аккредитация – это куча бумажек. Там нужно такую бумажку предъявить, такую бумажку, показать вот это, показать вот это, показать систему регистрации. И все это нужно облечь в кучу вот этих документов, которые нужно представить. Вот у нас, значит, человеком ответственным за подготовку всех этих документов была Свет Прозорова. Вот. Я, собственно, с радостью на нее все это дело загрузила, потому что я очень люблю писать бумажки. А Света это делает мастерски. Вот она молодец, она с этим справилась. Ну, собственно, Света-то мы все знаем. Да, да. Хорошо. Хорошо. И если двигаться по шкале такой времени чуть дальше, вдруг, к 2009 году, я встречаю тебя снова в Координационном центре, но уже в апостасе члена Совета Координационного центра. Как тебя занесло туда? Слушай, вот действительно занесло, да, в другом не скажешь. У меня тогда был такой момент в жизни, когда вот хотелось что-то такое поделать. Ну, то есть в мастер-хосте я уже, в принципе, сделала все, что могла, да. Вот. И как-то нужно было что-то делать дальше, куда-то двигаться дальше. Я помню, что вот, будучи в таких вот рассуждениях и раздумьях, приехала я к своему большому другу Андрею Колесникову посоветоваться. Просто за жизнь, что называется. Говорю, Андрей, вот так и так, вот хотел с тобой поговорить. Вот надо куда-то двигаться. Вот. Я, значит, не очень хорошо понимаю, как бы в какую сторону. И тут мне Андрей Колесников и говорит, а вот есть такая прекрасная тема, не хочешь ли ты позаниматься? Вот там в совет надо сходить. Говорю, какая тема? Говорит, ну как же? Вот там КЦ, Координационный центр, Домен.ру. Тут я, значит, вспоминаю все вот эту кучу бумажек, которые Светка писала. Говорит, да ты что, скучища какая? Серьезно, это первая моя реакция была. И скучища, что там делать? Она говорит, Марго, вот, ну, как бы там много чего надо делать. Давай, сходи в совет. Вот, значит, посмотри, ты же, как бы, в отрасли, ты все это знаешь изнутри. Вот твой опыт будет очень полезен. Говорит, в совет. Ну, там же всякие уважаемые люди, там, столпы общества. Ну, ладно. Вот. Я помню эти выборы в совет. Они еще в этом, в гостинице были. Вот, помнишь, Гераль, Шкаци сидел? Да, в Центре международной торговли. Да, в Центре, да. В Красной Принске, да. Я, значит, сюда пришла. Вот, там сидят такие серьезные дяденьки в галстуках. Я, кстати, даже не помню, кто тогда выбирался, если честно. Там много было. Вот. Вот. И я, значит, прискакала откуда-то, взмыленная, там, с работы. Ну, с работы. Вот. Но я думаю, ну, меня все равно не выберут. Ну, потому что, где я, где я, там, столпы общества. Вот. Поэтому я особо не стеснялась. И когда меня там интервьюировал совет, я, значит, ввела себя достаточно там свободно. Думала, ну, говорила, что думаю про то, что вот они тут все немножко закоснели и оторвались от жизни, что у регистраторов совершенно другие есть потребности, что нужно разворачиваться лицом к народу, что нужно больше внимания, уделять техническим вниманием вопросам. Ну, вот, поговорила. Значит, там еще похихикали. Я помню, там была еще Юлька Овчинникова. Вот. Я когда вышла, говорит, слушай, говорит, а что вы там так смеялись? Я говорю, да ничего, я просто на вопросы отвечала. Ну, вот. И я, значит, с честой совестью уехала домой, потому что я была в полном убеждении, что ждать мне абсолютно нечего. И кто ж меня выберет? Вот. Значит, уезжаю домой. Вот. Вот еду, мне звонит Колесников. Он говорит, да где? Я говорю, как где? Домой поехал. Он говорит, что с массу шла, тебя выбрали. Ну, примерно так. Красота. Я говорю, что правда? Ну, вот. Так меня выбрали в совет. И действительно там, собственно, сам же все это прекрасно знаешь, что это был такой момент, когда именно начала выстраиваться вот эта вся структура уже на таком хорошем, правильном, организационном уровне. Вот. И потребовалось там действительно приложить массу усилий для того, чтобы все это пришло в тот вид, в котором оно сейчас живет, работает и будет работать еще, я не знаю, всех нас переживет. Ну вот. Понятно. А вот для таких исторических хайлайтов, моментов каких-то, каким тогда тебе представился коронационный центр? Кроме понятия, что там некий закоснилый дядьки в галстуках, да? Хотя я вот думаю, боже мой, я вроде галстук тогда не носил. Нет, я в основном как бы про советы, про вот это вот все вот такое вот. А вот сам КЦ, коллектив КЦ, который ты увидела. Слушай, он тогда был такой маленький. То, чем КЦ занимался, насколько тебя вот это вот, какое было впечатление? Ну, знаешь, я, наверное, ну какое впечатление? Ну, я поняла, что у КЦ очень много задач, которых я, будучи снаружи, так сказать, даже не подозревала, что КЦ это в некотором смысле такой был орган, который должен был как-то вот примерять совершенно разнодействующие и разнонаправленные стороны, вот, и каким-то образом все это, значит, соединять воедино, при этом там вырабатывать правила, заботиться о том, чтобы регистраторы были счастливы, заботиться о том, чтобы пользователи были счастливы. А это, в принципе, уже... Да, это действительно было интересно, вот, потому что, опять-таки, будучи снаружи, ты же, особенно будучи в поставь регистратора, ты всегда думаешь, блин, вот какие-то зануды там сидят, нет, чтобы вот сделать вот так, вот так, что-то казалось бы, раз и все, а нет. Ну, вот, а когда ты попадаешь внутрь и понимаешь, сколько там подводных камней, сколько всяких нужно учитывать, опять-таки, со всех сторон этих моментов, вот, то, да, это было... Да, и то, что касалось именно технической организации, технической структуры, вот, у нас же тогда не было именно ТЦИ, как вот он сейчас существует, да, был, значит, рост нейрос прекрасный, вот, у которого одна из абсолютно, я бы сказала так, побочных функций, и побочных функций была поддержка, собственно, вот этой нашей доменной системы. И когда я это все увидела, опять-таки, изнутри, я просто подумала, боже мой, оно еще и работает. У меня была такая мысль, То есть мы снаружи производили впечатление такой каменной структуры, все skate. Да, 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 когда я увидела, ты смотрю, ну, классно, оно вообще работает, с ума сойти. Оно работает. Ну и дальше как раз началась история, связанная с запуском домена РФ, который ты приняла непосредственно участие. И в разработке документов. А помнишь нашу эту эпопею с Плуцером все равно по поводу стоп-листа? Конечно, вот расскажи, пожалуйста, на самом деле я присутствовал на подобном интервью с Андреем Колесниковым, не я, а еще одна наша помощница. Это была феерическая часть интервью. А может быть она у тебя будет еще более яркой? Расскажи про то, как мы составляли 100% издание на РФ. Да, господин, очаровательный совершенно дядька. Я думаю, что Колесников уже рассказывал, что это, в общем-то, главный специалист в Институте русского языка по обсценной лексике. Я даже до этого не знала, что это такое, что термин такой есть, обсценная лексика. Я думала, ну не нормативная, а нет, опять-таки обсценная. Ну вот, ты помнишь, когда мы там носились идеи этого стоп-листа, что ну как же мы, чтобы домен РФ там засорять, там бог знает чем, там тра-та-та-та. Я уж не говоря о том, что засорять с точки зрения господина Плуцера Сарно, это тоже спорный момент. Как можно засорять то, что является частью языка? Не то, а как можно засорять тем, что является частью языка? Вот. Но потом, значит, я как раз с ним общалась по поводу того, как это можно сделать. Вот. И у нас же была идея, что вот мы возьмем основные, скажем так, словоформы и запишем их в стоп-листно. Что мне сказал Мариночка? Ну вы поймите правильно. Ну как бы вот и дальше начал приводить примеры. То есть он проводил эти словоформы и приводил примеры, сколько можно сделать вариаций разнообразных. Жора, у меня так обогатился словарный запас, что я после этого могла просто на равных разговаривать, но я даже не знаю с кем. С теми же, кто обогатил свой словарный запас во время этой процедуры. Мне даже казалось, что вот эти наши обычные выражения, которые там в обиходе встречаются, они такие скучные и однообразные. А тут-то он как можно завернуть. Завернуть красиво можно. Вот. Ну и, собственно, вывод, который мы из этого сделали тогда, помнишь, после горячих обсуждений, что бессмысленно пытаться все запихать в этот лист, бессмысленно делать его там динамически подстраиваемым. Ну потому что это Unreal, это будет дико тормозить систему регистрации. Вот. Поэтому мы обошлись классическим вариантом. Составлением словаря. Да, составлением словаря, причем довольно-таки ограниченного, без изысков, но он работает, и слава богу. Понятно. Хорошо. Ну это было очень смешно. Особенно, когда по примеру я читала, думаю, ну вот, ни убавить, ни прибавить. А что для тебя домен РФ на сегодняшний день? Слушай, домен РФ – это абсолютно классная штука. Я считаю, что это у нас один из самых удачных проектов, который мы сделали. И вот я реально горжусь этим, то, что я принимала в этом участии, потому что это действительно домен IDN, да, который, наверное, самый успешный среди там мировых IDN-ов. Вот. И у нас была очень правильная подача изначально. То есть мы его не противопоставляли РУ, ни в коем случае нельзя этого делать было, да, а мы его подавали там как то, что это дополнительная возможность, что это маркетинговое средство, что это отличная рекламная площадка. И вот сейчас, когда я там, ну, все мы видим, как на улице ездят всякие там грузовичок РФ или там еще что-нибудь такое, вот, но именно РФ. РФ, оно идет как, вот, именно как акцент такой рекламный, что если я хочу окна РФ или я хочу, я не знаю, там, цветы РФ, я хочу пластиковые окна, помните? И поперек, да, да, да. Замечательная. Вот. То есть это и благодаря вот именно этой правильной подаче домен зацвел, зажил, он прекрасно себя чувствует. И несмотря на все дальнейшие там вот эти открытые окошки и появление там множества других доменов GCLD-шных, РФ ни разу не сдал свои позиции и продолжает оставаться крупнейшим IDN-ом. И это реально круто. Это круто. Особенно вспоминая, опять-таки, как мы продирались через все эти тернии. Там, а помнишь, опять-таки, как мы там думали, как нам уже, наконец, ну, в Айкене там дадут этот зеленый флажок или не дадут? И что мы будем делать, если не дадут? Да, и что мы будем делать? Как будем выкручиваться из этой ситуации, когда все уже заряжено? Не, ну, все сложилось наилучшим образом. А вот наилучшим ли образом? Конечно. То есть ты не считаешь, что мы, может быть, где-то совершили какие-то неправильные действия, какие-то ошибки и поехали не туда? Слушай, результат свидетельствует сам о себе, да? Ну, что вот неправильно? Скажи, что мы неправильно сделали? Как раз и для того, тут и общаемся, чтобы самим себе подтвердить, какие мы все прекрасно сделали. Нет, ну, просто еще, когда действительно смотришь там на статистику, если там сравниваешь с другими идеями, с другими похожими проектами, то здесь вот прямо начинаешь сам себе по головке гладить. Молодцы, хорошо поработали. Хорошо. Есть что вспомнить и чем гордиться. Не зря прожили жизнь. Но было непросто. В 2009 году был создан технический центр интернета. В 2010 году. В 2010 году. В 2009 совет КЦ принял решение эпохальное. После, опять-таки, кучи битв и там этих самых совет КЦ принял решение, что нужно сделать технический центр. И в 2010 году, собственно, он был учрежден, собран. Да, были взяты сотрудники, была переведена деятельность взрослые и роз. Ну, то есть это был очень большой проект. Он был достаточно тяжелый, ну, потому что там много было всяких сложных организационных моментов. А расскажи, что было самого тяжелого вот как раз в этом переходе между Рос-Нейросом и ТЦИ? Ну, там же нужно было еще перевести регистраторов, всех плавненько. Вот. И там при этом еще мы... Там же, помнишь, была вот эта еще история, когда перезаключались договоры, в том числе с финансовыми условиями, что регистраторы платили в ТЦИ за, как бы, вот, именно с технической условиями... За платные операции выезды, да. А ТЦИ потом, соответственно, в КЦ перечислял там лицензионные вот эти отчисления. Вот. Это была другая схема. Она, ну, как бы, на тот момент была абсолютно оправдана финансово. Вот. Ну, а это же нужно со всеми регистраторами, там, кучу бумажек было подписать. В какой-то момент нужно было все это дело, там, все крантики переключить. Ну, то есть там, вот. И само именно даже создание ТЦИ, там, прописывание его устава, чем он там занимается, все эти вот тоже вещи. Кстати, хочу... Не знаю, был ли Михаил Абрамович Медридж? Пока еще не интервировали. Я хочу, вот, пользуясь случаем, хочу сказать, что он, на самом деле, очень помог вот в этом процессе. То есть я ему очень благодарна за мудрые советы. Ну, Михаил Абрамович, мудрый человек. Расскажи, пожалуйста, вот ТЦИ, да? А сколько в тот момент через ТЦИ регистраторов регистрировал домен? Вообще, сколько было аккредитовано, ты помнишь? Нет. У меня в этом плане очень, как-то у меня плохо с вкусным счетом. Да, прям, чем или, да, это нормально, да. Это говорит нефист. Да, да, это нормально абсолютно, да. Да, да, да. Я умею считать порядками. Нет, я не помню точно. Правда, не помню. Ну, просто так, для сравнения. Не, ну, по порядку величины, там, наверное, порядка 15. Вот у меня такой... Представляешь, вот сейчас в Комиссионном центре аккредитовно 67 регистраторов. Мне и 15, вот так хватало. Вот. Я призаключить договор скажу, какая на сегодняшний день это задача. А почему сейчас бы пришлось было достроить технический центр и так перезаключаться? Это нужно было бы сразу погибнуть. Ну, что поделаешь? Не погибнуть. А тогда их было сколько? А ты помнишь, сколько их было? Ну, их было действительно порядка 15 компаний, 16, наверное, было регистрировано на 2010 год. Вот. В то время практически всех я вот этими руками грандитоула. Вот этими руками. Вот. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а зачем нужно было, в принципе, разделять административную и техническую функцию в регистраторе доменов RUL? Слушай, а это нормальная практика. То есть, на самом деле, ну, фактически мы взяли за основу модель айкеновскую. То есть, есть айкен, есть аяна. Вот. Есть функция административная, политическая, регуляторная, какая угодно. Это вот айкен, да. А есть аяна, которая занимается чем? Техникой. Техникой. В самом широком смысле этого слова. Да, абсолютно. И как бы она в этом плане должна быть ограждена от всех вот этих там политических бурь и там регуляторных волнений. Потому что технический центр должен выполнять свою изначальную функцию техническую. Несмотря на все эти там, так сказать, колебания и волнения. Вот. Поэтому, ну, на мой взгляд, тогда и не только на мой, это оказалось абсолютно разумным и естественным. Есть модель, она работает, она устойчива. Она устойчива, это важно. Да? Значит, ее нужно использовать. В бытность твоей работы в техническом центре интернет, а ты также непосредственно принимала участие в подготовке документов на аккредитацию Нью-Джетеллы доменов. Ой, да, слушай. Это был 12, если я не ошибаюсь, был 12 год. 12 год, да. И вот это стартовало окно новых возможностей, новых доменных имен. Как ты считаешь, вообще вот эта инициатива Айкена и вообще мировой истории доменных имен, она вообще была удачной? На сегодняшний день что вообще, ну, выстрелило или это была какая-то такая странная инициатива? Ну, знаешь, я бы сказала, что Айкен с этим немножко запоздал. То есть я бы, будучи на их месте, и, собственно, им об этом и говорили же на всех этих Айкеновских сборищах, я бы, если честно, начала бы все это как раз пораньше. То есть я бы и домены РФ сдвинула бы чуть-чуть пораньше, и Джетил Дишни сдвинула бы немножко пораньше, потому что, ну, скажем так, было лучшее окно возможностей было года на 2-3 раньше. Но тем не менее, тем не менее, опять-таки, даже несмотря на такое запаздывание по времени, Айкен это абсолютно правильно сделал. И те, кто понимал, зачем ему новый этот ТЛД, как он его будет использовать и что он с ним будет делать, они вполне себе удачно живут. Но, как бы, один из таких хороших, удачных примеров – это городские домены. Второй хороший, удачный домен – это, пример, это домены, ну, скажем так, отраслевые. И они сейчас, опять-таки, если посмотреть на статистику, сразу видно, что получилось, что не получилось, какие востребованы, какие не востребованы, почему, но они живут. А это уже доказательство того, что это был правильный шаг, и это было нужно. Ну, чуть-чуть запоздало, ну, ладно, что, хорошо, что сделали. Ну, видимо, всему свое время должно было созреть. Должно было вызреть, да. Или, возможно, процедура должна дать сок. Конечно. Ну, либо необходимо было дать время обычным еще прежним доменам, набрать такую критическую массу, после которой ни у ДжТЛД не составит им большую конкуренцию. Но они так и не составили. То есть, вот, это абсолютно тоже вот и тогда, и сейчас считаю, что это неправильно расценивать ДжТЛД, как вот таких вот прямо конкурентов, которые отжирают эмоциональных. Нет, у них разная аудитория, разная, ну, аудитория, может, та же самая, но разные цели. Разные цели, разные задачи. Они дополняют друг друга, это абсолютно нормально. Но это даже не здоровая конкуренция, а это хорошее расширение рыночных возможностей. Понятно. Какие-то яркие моменты ты помнишь из запуска Нью ДжТЛД? Я помню абсолютно напрочь испорченный выпуск. Так, так, давай подробнее. Слушай, это был ICANN как раз в Коста-Рике. И, значит, у нас там большая команда поехала, потому что практически весь ICANN был посвящен этим новым ДжТЛД, потому что это был последний ICANN перед запуском. Вот надо уже все сдавать. И там нужно было заполнять, опять-таки, ну, куда же без этого, кучу бумажек. Понятное дело, на английском языке все нужно было писать заявки, не на русском же. Вот. И там было, как сейчас помню, 36 вопросов, на которые нужно было дать развернутые ответы. И, значит, когда мы писали вот эти вот ответы, а время-то как бы поджимает, а у нас отпуск. И вот вместо того, чтобы там насладиться там чудесной природой, этой Коста-Рики, там, не знаю, пляжами, там, еще чем-то, мы сидели и, значит... Это при всей твоей любви к документам. Это при всей моей любви к документам, понимаешь, вот, что вот надо было сидеть и, значит, писать это все, составлять. Нет, ну, мы, тем не менее, молодцы. Опять-таки, мы, как бы, все прошли, и наши заявки все были удовлетворены. Отлично. В целом сейчас в России, ну, фактически для российских компаний, аккредитованы на сегодняшний день 7 Нью-Джит-ЛД доменов в совокупности. А вот сейчас уже идут такие, ну, уже даже не на уровне слухов, а уже на уровне разговоров обсуждения на тему, а не открыть ли нам еще одно окно возможностей. Да, вот, скоро-скоро-скоро, вот, можно даже в этом году, ой, нет, давайте все-таки в этом. Вот скажи, пожалуйста, вот оцени именно российский рынок, сколько еще в России может появиться Нью-Джит-ЛД доменов? Хороший вопрос, но я бы сказала, что порядка десятка, из которых примерно половина может быть успешным. А в мире? В мире, ну, в мире побольше, да, там одни китайцы чего стоят. Я думаю, что в мире порядка, наверное, 50-60. Ну, то есть ты оцениваешь достаточно такой серьезный потенциал людей, которые готовы в это играть, инвестировать и терять, наверное. То есть людям не будет жалко средств на то, чтобы попробовать еще раз в эту воду войти. Но, опять-таки, давай как бы посмотрим, да, там же есть еще чисто корпоративные истории. Ну, защита бренда, да. Да, защита бренда. И как бы есть немало брендов, которые просто априори это сделают. В прошлый раз они не успели, а сейчас они поняли, что вот это нужно. Ну, как бы, то есть даже не суть, будут ли они их использовать непосредственно и как бы работать с этим доменом. Но то, что они его займут и закроют, это факт. Один из вопросов, который я задаю тем, кто очень давно работает в интернете и с интернетом, и его делал. Что для тебя интернет и рунет? Насколько для тебя разделимы или совместимы эти понятия? Да, ты знаешь, наверное, поскольку я отношусь именно к поколению первых интернетчиков, для меня неразделимы. То есть я не вижу рунет как нечто обособленное отдельно, это часть интернета. Вообще интернет абсолютно уникальное образование. Нам сейчас даже сложно оценить его значимость. Это вот, знаешь, как изобретение радио или телефона. Должно пройти 100 лет, условно говоря, для того, чтобы понять, насколько это было глобально значимое событие. Интернет относится к числу таких глобально значимых событий, которые реально переворачивают мир, переворачивают устои жизни и человека. И при этом, опять-таки, что удивительно, как судьба любых больших изобретений, их нельзя привязать к какой-то конкретной стране. Это всемирное достояние, это всемирное достижение. Поэтому я не выделяю рунет как нечто обособленное. Это интернет. Вот я расцениваю наши записи, которые сейчас проводим беседу с разнообразными коллегами, как набор исторических документов для историков будущего. Как раз про те самые 100 лет. А вот через 100 лет они проштудируют все эти интервью и составят свою картину восприятия. Чем вы же все-таки занимались. Да, может быть, Тим, это будет понятно. Нет, ну просто я помню эти времена, когда мы, не особо осознавая, что это такое по-настоящему, говорили тем, кто не понимал, чем мы занимаемся. Ну, за этим будущее. Мы тут, конечно, занимаемся чем-то непонятным. Фрити какие-то. Ребят, за этим будущее это будет потом везде. Это сейчас везде. Абсолютно. Вот расскажи, ты сейчас работаешь не в доменной отрасли, но она тоже связана с интернетом. Куда же от него делась? Я и до этого, в общем-то, у меня было время, когда я работала там исключительно в провайдерской, там, в этой среде, потом ушла чуть-чуть в медийную, потом в доменную. Вот сейчас занимаюсь интернетом вещей, но это все равно интернет. А расскажи про интернет вещей. Вот на самом деле это сейчас такая штука, да, которая вот, это вот, но новая серебряная пуля вообще развития интернета. Да, да, мы движемся дальше. Это спорное сравнение. А вампир кто? Вампир это пользователь, да. Ты помнишь, да, байку? В интернете было хорошо, пока туда не пришли пользователи. Что для тебя интернет вещей и что это, в принципе, такое? Слушай, для меня интернет вещей это новое интересное направление. Опять-таки, именно такое большое, хорошее, красивое направление. Вот, это новый виток развития интернета, который, то есть, он же, ну, интернет, он же сейчас уже не существует там в отрыве от нашей жизни. Да, вот он проник во все сферы, распространился. Да, вот, и это некий новый виток взаимодействия интернета и, скажем так, бизнеса. Вот, то есть, да, можно там долго рассказывать про всякие красивые вещи, там, интернет вещей, там, М2М, там, тра-та-та, там, Бигдат, вот это все. Но, да, не это главное, а главное то, что интернет реально становится неким средством, средством, при помощи которого решаются разнообразные бизнес-процессы, которые не просто, вот как все знают, что такое там АСУТП на предприятии, да, автоматизированная система, а это все выходит на совершенно новый уровень, на новый виток. То есть, не зря сейчас всякие там модные, там, интернет, как их назвать-то, евангелисты, да, говорят про четвертую промышленную революцию. Это правда. То, что сейчас происходит, это четвертая промышленная революция. И она сейчас именно происходит благодаря тому, что интернет вошел в именно вот эту сферу, в сферу производства, промышленности. И это очень круто. Это вот, ну, прям, это очень интересно. Это опасно? Суши. Опасно все, да? Опасно с какой точки зрения? Ну, например, там, ну, мы же сейчас разговариваем для того, чтобы нас еще понимали обыватели, да? Обыватели. Вот какое, да. Пользователи. Вот с точки зрения, там, например, простого человека, да, кажется, если интернет проникт в производство, значит, туда могут проникнуть и злоумышленники, которые это производство нарушат или какие-нибудь технологические процессы. А вдруг аварии, а вдруг экология и так далее? Да, безусловно, экология. Это же у меня вообще сейчас любимая. А мы сейчас поговорим, да. Да, нет, безусловно, есть, как бы, границы применения, есть, там, безусловно, есть, там, соображение безопасности и там всякие прочие вещи. И, ну, то есть, нельзя сказать, что, ну, это абсолютно безопасно. Нет, конечно. Ну, собственно, да и любая автоматизированная система не может быть абсолютно безопасной, потому что всегда найдется, там, петух умников, которые ее так или иначе взломают. Даже если она будет в замкнутом контуре. Совершенно верно. Вот, поэтому проблемы безопасности, это вообще отдельная большая тема. Давай ее сейчас пока не затрагивать, иначе мы с тобой сейчас увидим в дебри. Хорошо, поговорим про экологию. Вот у тебя сейчас компания, да, УРУС умные цифровые системы. Я запомнил. Сервисы. А, сервисы. Все-таки я не запомнил. А, надо выучить все-таки наизусть. Это все коммерческие директоры. Но, я правильно понимаю, это что-то про экологический мониторинг? Ну, да. То есть, у нас там есть энное количество сервисов, да, значит, есть всякие разные сервисы. Вот экологический мониторинг у нас просто реально выстрелил. То есть, это был один из сервисов, с которым мы там начинали. Вот, и он, причем это действительно, это, ну, довольно-таки сложная тема. Сложная именно еще с точки зрения предметной области, экология, значит, сразу. Химию пришлось вспомнить. Так. Вот. И она регуляторно тоже очень сложная, потому что там, знаешь, есть такое ведомство, есть икое ведомство, есть эдакое. Есть Росприроднадзор, есть Роспотребнадзор, есть Министерство экологии, есть природоохранная прокуратура. Есть еще куча всяких разных ведомств, которые призваны следить за, так сказать, экологическим вопросом, за экологической безопасностью. Ну, как обычно, у семи нянек-то дитя без главы. Вот. И поэтому, там, последние несколько лет у нас экология там в повестке стоит прямо у всех, у всех, у всех. Граждане до того дошли, что стали сами там устанавливать у себя всякие приборчики и следить за состоянием воздуха, и устраивать всякие там демонстрации и прочие вещи. Ну, это логично, понимаешь, вот я, например, если раньше мне там приходилось, будучи в ТЦИ, мотаться в основном по зарубежным всяким там мероприятиям, то сейчас я поездила по России. Я тебе хочу сказать, это очень интересно. Ага. И что там? Есть жизнь? Есть жизнь. А интернет? И интернет есть, ты не поверишь. Более, даже на Байкале есть интернет, я только что оттуда. Красота. Вот, то есть, правда, я сама не ожидала. То есть, я ехала с надеждой, правда, ехала сейчас, ездила в выпуск, я доехала с надеждой, что, ну, уж там-то я отдохну и от телефона, и от интернета. Нет, там есть, конечно, остались еще места, надо отдать должное, но, в принципе, там уже так, не то, чтобы я там прям не пользовалась. Ну, вот, и экологический мониторинг, это, собственно, что это такое? Это вот, когда ставится энное количество таких постов мониторинга, компактных, маленьких. Ну, там весит, я не знаю, там, порядка 10 килограмм, потребляет электричество, как, не знаю, там, лампочка 5 ватт. Да, вот, но при этом он, значит, постоянно собирает вот эти вот состояния, оценивает состояние воздуха и, значит, передает там данные в систему, да, где-то все это считается, там, обрабатывается, усредняется, там, производится куча всяких, там, необходимых действий. Вот, и дальше уже это можно отдавать, там, специалистам, можно отдавать, там, пользователям, опять-таки, да? Вот, вот, так вот рассказываешь, все просто. А на самом деле? Да, на самом деле, да. Да, на самом деле была масса подводных камней во всем этом мероприятии. То есть, когда, ну, это, знаешь, это примерно можно сравнить, вот, да, как с тем, как я оценивала КЦС. Что тут непонятного? Вот, пришел и сделал, да, а когда ты залезаешь внутрь и погружаешься во всю эту историю, ты понимаешь, оказывается, он, оно как? Еще вот это надо учитывать, и вот это, и вот это. Это и с экологическим мониторингов точно так же. То есть, в принципе, все просто. Пришел, поставил, расставил, значит, собрал, показал, кому надо, отдал. Вот, когда начинаешь с этим сталкиваться вплотную, то вылезают все те же самые любимые наши вопросы. Регуляторика вылезает в полный рост. И, как бы, то, что это данные крайне чувствительные, крайне такие. То есть, вот здесь тоже есть эта тема, а кто должен это видеть, а кто не должен, а можно ли, а кто должен отдавать это в широкий доступ, а кто не должен. Вокруг это вот масса всяких трений, вот, и там у нас же сейчас предприятия обязали это делать, опять-таки, обязали предприятие, вот оно должно это делать. А кому оно должно отдавать эти данные? Ну, вот в такую вот платформу. Вот, вот, в какую платформу? А чья должна быть платформа? Ну, то есть, там масса есть всяких нюансов. Вот, ну, это очень интересная тема, прям очень-очень. Вот, и вот мы сейчас еще с воздухом разобрались, сейчас хочется еще до воды добраться. То же тема. Как интересно, вот, ты знаешь, так, после доменов, после реестра технического центра интернета, всяких сложностей таких, еще более повышенный уровень сложностей. Слушай, а мне нравятся сложные задачки, вот, я всю жизнь, ну, как бы, вот, когда я там неким образом меняла, там, сферу своей деятельности, вот, я всегда, ну, не то, чтобы я целенаправленность усложняла, да, но мне всегда нравилось что-то новенькое, вот, вот, что-то такое поделать, да, вроде как интернет, да, но, тем не менее, а вот с другой стороны, а вот так зайти, а вот эдак зайти, а вот с этой стороны посмотреть, то есть, что можно еще сделать, вот, это всегда интересно. Представь себе, что мы с тобой встретимся через 10 лет, в 31-м году. Ну, да, встретимся. Ну, да, я согласна. Даже, например, вот в этом кабинете, за подобным столом, может быть, мель поменяем к тому времени, да, вот. А цветочки поймем. Да, цветочки поймем. Будем разговаривать примерно об одном и том же, о том же, что и сейчас, и какой ты себе интернет и вообще картину мира представляешь лет через 10? О, слушай, ну, вот сейчас, ну, не знаю даже, насколько все это дело изменится, ну, изменится, конечно, изменится. То есть, сейчас вот очень интересно еще пошли вот эти вот технологии AR-VR, вот, я думаю, что они гораздо больше, опять-таки, войдут в нашу жизнь, и мы будем гораздо, ну, как бы, более привычно их использовать. То есть, сейчас для нас вот это вот нечто из области, там, либо в игрушку какую-нибудь поиграть, да, в этом виртуальном шлеме, да, либо, там, не знаю, еще что-то. А вот даже уже сейчас существуют технологии, вот это я просто рассказываю, опять-таки рассказываю, потому что мне приходилось с этим сталкиваться, когда, там, это используется, дополненная вот эта вот, дополненная реальность, она используется в том числе на производстве, в том числе для того, чтобы, например, там, проводить мониторинг по, как бы, выпуску каких-то промышленных изделий или по проведению каких-то там работ, там, в шахте, я не знаю, там, еще где-нибудь, ремонтных работ, там, обслуживания и так далее. То есть, это все призвано, ну, для того, чтобы ускорить, облегчить, оптимизировать процессы. Вот, понятно, собственно, вот та же самая промышленная революция. Но, как бы, и все это будет постепенно, там, расползаться, что называется, по всем, там, странам жизни. Это войдет и в обучение, безусловно. Это войдет, я не знаю, там, в медицину. Это будет использоваться, наверное, там, просто даже в нашей повседневной жизни, да, вот то, что мы, там, периодически видим в каких-нибудь, там, блокбастерах, там, какая-нибудь, там, 3D-моделька, вот он, там, так, руками поводил, поводил, у него, значит, вот это вот все. Вот я, на самом деле, считаю, что, в принципе, это все так и будет. Ну, может быть, ну, может быть, не в ближайшие 10 лет, но при нашей жизни точно. Интересно. Ну, это вот, это вот то, что такое, понимаешь, такое зрелищное, яркое, что... А вот, с другой стороны, опять-таки, у нас уже настолько, как бы, интернет вошел в нашу жизнь, где-то я недавно прочитала, очень смеялась, ну, сейчас же это тоже любимая тема, что, вот, я, там, кофеварку включаю через... У меня мультиварка есть, которую я управляю через интернет. Да, вот, и в каком... Мем же, помнишь, ходила недавно, что, вот, у меня, там, я попросилась в друзья к моей мультиварке, и она мне отказала. Ну, то есть, это тот самый интернет вещей, который входит в нашу жизнь, когда я говорю о своей мультиварке. Смотри мне кашу мою любимую к моему приходу, и она это делает. Скажи. Когда холодильник, там, заказывает продукты через интернет. Ну, это нормально. Это, вот, сейчас кажется, что это дикость вполне еще, но это нормально. Но это интернет вещей в том виде, в котором он войдет именно в повседневную жизнь. Да, и в котором он войдет широкого круга потребителей. Да, 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 вот это все будет. Вот это все... Оно уже практически есть, оно уже есть, оно уже будет на кончиках пальцев, его просто нужно сделать немножко более простым, понятным, удобным, и все. И оно войдет настолько естественным образом в нашу жизнь, что мы просто не будем этого замечать. Ну, как там, не знаю, электрическую розетку мы замечаем. Ну, оно же есть, и все. Это интернет вещей. Это интернет вещей. Не знаю, сложная тема, этически сложная. Ну, вот мы сегодня живем в парадигме социальных сетей. Да. Этически, да, человек-существо социальное, мы вот так или иначе все взаимосвязаны посредством социальных сетей, они нас взаимосвязывают, влияют на нас. Ну, да, да, и так далее, и тому подобное. Вот, а вот интернет людей – это нечто большее. Это когда человек человеку уже не волк, а совершенно социальный объект. А где вот в ближайшем, а может быть, далеком будущем уместятся люди вот в этом интернете вещей? Не растворятся ли они среди этих кофеварок и холодильников? Да, это на самом деле очень серьезная и большая, вот почему я говорю, что это большая этическая в том числе проблема. Вот, и она связана там в том числе и с тем, что вот эта вот такая глобальная автоматизация всего и вся, она вытесняет человека из производственного процесса. Неважно, к чему этот производственный процесс относится, там, к лепке пирожков, да, или там к производству, я не знаю, там, шкафчиков несут. Вот, человек вытесняется, потому что он медленнее работает, потому что ему нужны перерывы на кофе, да, потому что, ну, у него там может быть просто, не знаю, плохое настроение, он может заболеть. Он человек, вот, а машина – это машина. И на самом деле вот эта вот этическая проблема, она как раз связана с тем, что людей нужно, как бы, занимать, их нужно обучать по-другому, их нужно с детства воспитывать так, чтобы они вошли в этот новый дивный мир, готовыми к нему. И это не так-то просто. То есть вот эта промышленная революция, четвертая, на самом деле изменит абсолютно все. Если прошлая промышленная революция как раз сделала у нас рабами производство и офисы, то сейчас пойдет обратный процесс. Ну, он совсем не легче, чем предыдущий, потому что это, опять-таки, коренная смена вот этой вот парадигмы, да, такой вот, а что делать-то? Да, вот я привыкла, вот привык так жить, я привык так работать, и сейчас получается, что я должен заниматься чем-то другим. На самом деле это вот реально большая проблема, и я не выдумываю, не преувеличиваю, как говорю, что сейчас над этим реально бьются, бьются, так сказать, лучшие умы человечества. Ну, потому что нужно об этом думать заранее, а потом-то что-то будешь делать. Очень приятно ощущать себя в одной компании с одним из лучших умов человечества. Скромненько тогда. Ну, в завершении нашей с тобой сегодняшней беседы я бы хотел тебя попросить набор пожеланий для Координационного Центра в его дальнейшей жизни. Ведь нам 20 лет, мы совсем молодые. Что там будет дальше? Слушай, ну что я хочу пожелать? Я хочу пожелать, чтобы Координационный Центр процветал, я хочу пожелать, чтобы он по-прежнему принимал, как и раньше, вот такое деятельное участие в развитии интернета, там не только в России, но и в мире, в мировом сообществе. Хочу, чтобы было больше новых интересных доменов, раз уж откроется окно возможностей. Больше доменов хороших и разных. Конечно, что же Координационному Центру оставлю оставаться в стороне, нужно участвовать в процессе. Так. Вот. Ну и хочу, чтобы, опять-таки, Координационный Центр, наверное, поддерживал еще и параллельно там всякие разные интересные проекты интернетские, был, так сказать, впереди вот этого технологического процесса. Спасибо, Марина, что пришла к нам. Это был Координационный Центр, беседы, посвященные 20-летию Координационного Центра. С нами была Марина Никерова. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok